Жизнь на Московии всегда была просто зашибись. Богатейшая шестая часть суши с развитыми технологиями и экономикой. И на Марсе не телепортируется. И современные больницы, где лечат все болезни и отращивают конечности, строят. И бабла у каждого гражданина столько, что карманы трещат. И всякие там депардье на ПМЖ в очередь выстраиваются. А Байдены прям от страха трясутся от военной мощи великой и необъятной. Только вот вся эта идиллия почему-то в телевизоре, выключив который, становится понятно, что Россиюшка из каменного века не вылезала от слова вообще и никогда. Если мы будем давать заднюю, а мы не будем давать заднюю. А если и будем давать заднюю, это наша родная задняя, наша русская задняя. Совсем не задняя, а самая настоящая, передняя. И армия у нас небольшая. Никто не ожидал, что 50 стран за укрофашистов пишутся. Походу с нашей пропагандой то же, что и с армией. Все хреново. Еще бы. Новости как из жопы. Плохо, если быдло перестанет смотреть телевизор, то... То нас всех ждет, Гага-Гага. Все потому, что ты, черт Тувинский, войну проснул. Не послал, а совершил стратегическое бегство для наступления. Ты только в говно наступить можешь, Дон. Сделай меня говнокомандующим, Дон. Мои звери, Дон, тебе за три дня и Киев возьмут, Дон. И Вильнюс, Дон. И Аляску, Дон. И все на телефон снимут, и в тик-ток вынажат, Дон. У меня проблема. Удивил, батенька. Что теперь? Пропагандистская машина сломалась. Потому что собрал на ТВ всякий сброд. Это как? Адрик, объясни мальчику. Мой крейс-пропагандер работала не так коряво, потому что на промывание мозгов принимали только истинных агрийцев. А у тебя что? Что у меня? Великий русский мир пропагандирует сефеи, армяне. Шенин вообще не поймет кто, то ли монгол, то ли алют. А Димка Киселев в день клубе тьется. А ты, картавый, откуда знаешь? Случайно по ошибке загляну на огонек. Голубой. Рейтинги упали. Что делать? Возьми в студию Кабаеву и застрелись с ней в прямом эфире. А если серьезно? Снимай кино. И всех искусств для нас важнейшим является кино. Снимал про мост и про Крым. Такая параша получается. Тогда старых пропагандистов расстреляй, а лов их в ящи посади. Пусть с оптимизмом готовят быдло к поражению. Ай, не крышет. Распятый, изнасилованный и задутый монтажной пеной эпилептический мальчик в трусиках больше не работает. Быдло смотрит не в телевизор, а в пустой холодильник. Надо что-то решать. Поправка в конституции. Запретить дебилам смотреть в холодильник. В телевизоре нужны новые и свежие лица. Предлагаю себя. Слышь, Бикса, ты очень и новая, и совсем не свежая. Батя, есть крутая маза. ЧПК. Это что? Частная пропагандистская компания. Поручи мне, у меня опыт есть. ЧПК зыр не ссы. Наберу зэков с подвешенным языком, пусть людишкам по ушам ездят. Ну вот не будет это смотреть. Еще как будет. Никто не хочет, чтобы ему хавала кувалдой раскроили. Весомый аргумент. А я могу озаренка одолжить. Толковый хлопец. Такую дичь с честным лицом несет, что даже я верю. Ты лучше армия дожидон. А вот это не могу. Мне армия самому нужна, чтобы меня и Коленьку защитила, когда Владимира Владимировича... Владимир Владимирович, что? На пенсию уйдет. Не уйду. У нас царя из Кремля только в гробу вносят. Аминь для и вечная память. Я популярно развалюсь эту ёвину. Бандеровцы, собаки дикие, нас валят пачками. Но не ссайте, не сжимайте очко. Братва все порешает. Я уже в Киеве, дон. Угрожать данные бегут, дон. А теперь я в Волвове, дон. Ахмад Сила, дон. Завтра прямой эфир из Вашингтона, дон. Православный бабий долг – рожать отчизни по воле сынов. Ведь если у бабы 12 сынов, то штук 10 не жалко потерять на священной войне с бандеровскими сатанистами. Прямо сейчас бухайте, плодитесь и раздавайтесь. А то скоро всех мужичков на спецоперацию заберут, и размножаться будет не с кем. Отлично. Новый пропагандистский контент работает идеально. Нужно только улучшить телевизионный сигнал. Наши ученые как раз для этих целей аналоговнетный усилитель сигнала разработали. Шановные украинцы. Наразі мы вимушены призупинить проект «Хуиспу» в связку с нестачей власных коштей на производство. Велика подяка всем, кто помогал донатами нашим аніматорам и сценаристам. Дуже сподіваємося відновити наш контент, але для цього треба, щоб хоча б 10% глядачів донатили по 25 гривень. Сподіваємося, до зустрічі. Слава Україні! Було тянем лапти.